А на чем вы слушаете звук со своего компьютера или со своей игровой или ТВ-приставки? На чем воспроизводите звук из игр? В этом небольшом и коротком видео я хотел бы рассказать о том, что используется у меня. К звуку я уже давно проявляю нездоровый интерес, ничего дорогого у меня нет, в основном одни бомжевариантики, которые так всем нам нравятся. Большинство из нас начинает свою компуктерную деятельность вот с такого вот, извините за выражение, дерьмица. Так как у меня несколько компьютеров в доме, то каждый из них был оборудован чем-то подобным. Были вот такие, и вот эти вот есть, и вот такие. Оно в общем-то годится для восприятия звуковой информации нами, если мы не особо зацикливаемся на качестве. Диапазон частот подобных колоночек в первую очередь рассчитан на частоту человеческого голоса. В музыке с такими колонками для нас будет более различимым вокал и менее различима сама музыка. Что уж там скромничать, 50% всех ее составляющих мы вообще не услышим. Низкие частоты полностью пройдут мимо нас, высокие скорее всего тоже будут не услышаны. Есть ли в такой акустике положительные моменты? Я считаю, что да, есть. Во-первых, они компактные, во-вторых, очень легко включаются и выключаются. Как правило, на них есть разъем для наушников, и при необходимости можно легко через эти колонки подключить. Они, то есть, выполняют роль как бы удлинителя. На них отлично слышна разговорная речь, и она не забивается музыкой, как вот, например, на данном видео. И они дешевые. Вот и все. С несколькими подобными колоночками можно легко реализовать объемный звук, который сейчас во многих играх поддерживается, и тем самым улучшит свое мастерство. Звучать оно будет все так же паршиво, но на эффективности отразится. В онлайн играх это достаточно неплохо помогает, когда знаешь, с какой стороны находится противник. Где он там шуршит и хрюкает. Две пары подобных колоночек дадут нам квадрозвук, а если подключить еще одну из пар, которые с сабвуфером, или просто три пары и отдельно сабвуфер, то можно получить и 5.1 и 7.1. Притом добавление низкочастотного динамика, то есть сабвуфера, придаст звуку такой окрас, что разница будет как небо и земля. Слышать будем более широкую картину происходящего, будто бы наши ушки расправились, расцвели. Но компактность и мобильность, конечно, в данном случае сильно теряется. Еще одной проблемой может быть то, что у нас не обычный стационарный компьютер, а например ноутбук, в котором нету такого количества портов. Да и подключать мобильное такое устройство к нашей городильне из кучи динамиков и проводов тоже не совсем правильно. Хотя и никто не запрещает. Но в данном случае можно применить уже что-то более компактное, например саундбар. На наш великий и могучий это, наверное, переводится как звуковой брусок. Или может быть звуковая перекладина. Некоторые саундбары позволяют использовать объемный звук даже при наличии всего лишь двух динамиков. И даже при условии, что они будут очень маленькими, в некоторой части низкочастотный спектр тоже воспроизводится. Хотя вообще по-серьезному низкочастотным его можно назвать уж с очень большой натяжкой. Лично я склоняюсь к использованию саундбаров лишь при нескольких условиях, которые вызывают такую необходимость. Отсутствие желания что-либо где-либо размещать, протягивать провода. Малое количество свободного пространства. Или же если мы ценители минимализма как такового и большое количество различных вещей и их нагромождение нас раздражает. И наверное самое еще главное преимущество, которое я в них вижу, это мобильность. Саундбары позволяют не тянуть провода, потому что все они находятся внутри этого самого бруска и чаще всего требуют лишь подключения питания или же используют встроенный аккумулятор, что для домашней, например, акустики достаточно редко. Больше подходит для портативных колонок. У меня есть и такая, и такая. Портативок у меня вообще дофига и о них я наверное сделаю отдельные видео когда-то позже, но дома я использую обычный игровой саундбар. У меня вот такой, Fuzzy Audio C4. Связь с источником звука чаще всего идет каким-либо беспроводным способом, например через Bluetooth. При включении этого самого Bluetooth на любом источнике звука, как правило, он коннектится к последнему запомненному устройству, которым воспроизводил свой звук. То есть достаточно только включить колонку и она сразу же коннектится с приставкой или с компьютером или с телефоном. И это сейчас офигеть как удобно. Давайте покажу на примере соединения, например, с телефоном. Вот я включаю Bluetooth на телефоне, вот я поворачиваю колесико включения на саундбаре. Все, можно играть звук. С ТВ приставкой происходит еще проще, там Bluetooth включен 24 на 7, он вообще никогда не отключается, поэтому все что нужно это включить колонку и она сразу же перехватывает звук на себя. Требуется это, когда мне нужно перенести звук ближе к себе, например, когда я нахожусь в другой комнате или когда нужно всем остальным не мешать спать. Колонку поближе к себе, громкость на минимум и готово. Ну и из приятных бонусов в моей еще есть несколько режимов цвета музыки. Но это как уже я ранее говорил, если мы обращаем пристальное внимание на вопросы мобильности. А если же нас данный вопрос особо и не волнует, то можно подключить что-то более серьезное. Тут очень много вариантов. Все, что нам нужно, это акустическая система, собранная из усилителя и каких-либо хороших колонок. Хорошие колонки будут очень хорошо стоить по цене. Хороший усилитель подчиняется тем же правилам, что и хорошие колонки. Если сейчас мы взглянем на цены качественных усилителей, то как поется в песне, мы поймем, что все эти игры не для нас. Поэтому давайте перейдем к самым доступным для нас вариантам, которые стоит купить, если мы хотим собрать что-то качественное с приятным звуком, да еще и по возможности с объемным. Ну и первой задумкой будет использование старых домашних театров. Для тех, кто не знает, что это такое, это девидюк с колонками. Сейчас это, можно сказать, устаревшая техника, которая была модной в 2000-х годах. Тогда же она имела максимальную цену, а в данные времена она цену практически никакую уже не имеет. В рабочем состоянии, сломанные или некомплектные, они продаются на авито по цене от 1000 рублей, бывают и дешевле. Как правило, люди продают их дешево по одной простой причине, что у них головным устройством является DVD-плеер, который сейчас считается устаревшим и ненужным. Но если мы закроем глаза на его DVD-привод, который сейчас практически не используется, то давайте посмотрим, что нам остается. Достаточно качественный усилитель с выводом на 5 динамиков и сабвуфер. Сбалансированная и продуманная акустическая система, способная воспроизводить практически весь спектр слышимых нами частот. Все это в корпусах, с наличием необходимых портов и даже иногда охлаждением. Теперь по ценам. Вот это вот стоило 1500, вот это вот 1400, вместе вот с такими вот колонками, внутри которых вставлены сабвуферы. Вот это вот стоило 500 рублей. Вот это вот стоило очень давно еще 2500, вместе вот с такими колонками и вот таким сабвуфером. Почему я так много подобного барахла накупил? Да потому что промахивался, не зная точно, что мне нужно, а что нет. Сейчас знаю, и большую часть ненужного скорее всего распродам, оставив лишь золотые экспонаты в коллекции. Я знаю точно, что домашка мне нужна с оптическим входом. Именно входом, а не выходом, потому что выходы у меня есть на многих домашних театрах, а вход только на одном. В ней должен быть также линейный вход, то есть вход для тюльпанчиков под стереозвук. Иногда бывает, что присутствует не только под стерео, но и под полноценный пятиканальный, это особенно хорошо. Если удалось найти такой, то скажу, что аналогов где-то например на Алиэкспрессе под такое устройство в данном ценовом диапазоне просто не найдете никогда. Введите например запрос в пятиканальный усилитель и просто охренеете от ценников. А тут как бы все в одном, да еще с колонками, ну чем не сказка. Данная домашка у меня служит посредником между ТВ приставкой и колонками. Лично мне очень нравится смотреть фильмы с объемным звуком, это как начать воспринимать мир каким-либо новым органом чувств. Как будто картинка на экране частично присутствует в пространстве нашей комнаты, хоть и не зрительной своей частью, а звуковой. Но в данном количестве динамиков есть еще и второй плюс, это хорошая направленность на нас и частотный диапазон. На компактной акустике это практически нереализуемо. А какие еще есть варианты создания чего-либо кайфового из дешевого? Их на самом деле дофига. У многих из нас остались старые музыкальные центры, радиолы, проигрыватели винила. По поводу всего этого скажу вот такое свое мнение. Акустика это та технология, которая практически не развивалась уже десятки лет. Ничего нового в звуке практически не придумано, а даже то, что из новинок было введено, оно чаще даже уходило в область деградации. Сейчас все как будто бы перешло в мобильность и в портативность, и это главные атрибуты продаваемой воспроизводящей звуки техники. А раньше в основном в красоту, да в чистоту звучания. Если прям вкратце, то раньше люди ходили вот с этим, а сейчас вот с этим. Наверное, не нужно даже реального прослушивания, чтобы понять, что из этого лучше звучало. Разве что устройства-источники звука немного поменялись, перешли из аналоговых в цифровые. Но вот воспроизводящие устройства как были, так и остались. Многие, даже более старые, ценятся куда больше, чем новые. И если мы объединяем преимущества старого и нового, то есть новых источников цифрового достаточно качественного и четкого звука со старыми акустическими системами, то получается очень неплохой результат. Например, на Авито можем купить вот такой вот музыкальный центр, или более хороший, в котором уже и кассетные деки не работают, что-то поотваливалось, но однако динамики фурычат, и в общем-то радио может что-то воспроизводить. А также есть линейный вход. Подобный агрегат будет лучше любых колонок, и что самое главное, будет иметь такое устройство под названием эквалайзер. То есть регулировку усиления каждого из нескольких участков звуковой частоты, повысив определенную нужную нам. Хотим больше басов, задрали низкие частоты повыше, а все остальные опустили пониже. Хотим четкий хороший звук, все сбалансировали. Если нужно четко слышать чей-то голос, то задрали средние частоты, а все остальные убавили. На некоторых музыкальных центрах есть такая регулировка по одной кнопке, плюс пульты в комплекте и прочие удобства. И все это реально можно купить за копейки, а звучание будет намного лучше, чем у покупной акустики, которая создана специально для компа. Но представим, что в наличии у нас уже есть какое-то подобное устройство, оставшееся с тех давних пор. К примеру, музыкальный центр, у которого сгорел основной блок, можем ли мы использовать его динамики? Да запросто. Их можно подключить к абсолютно любому другому усилителю. Неважно, это какой-то старый раритетный или новый, купленный в виде платки с Алиэкспресс или в виде платки внутри корпуса. Все зависит от того, насколько глубоко мы разбираемся в данной тематике и насколько соображаем в электрике, чтобы, например, перепаять другие разъемы, подключить это все вместе. Можно даже просто посадить одно к другому на скрутке, но это недолговечно, потому что рано или поздно металл окислится и создаст большое сопротивление. Отдельных подобных усилителей я накупил достаточно много. У меня есть и вот такие двухканальные с блютусом и без блютуса, подключаемые просто через провод, но трехканальные, где есть два основных канала под колонки и один под сабвуфер. Это, кстати, очень удобно. Такая тема меня настолько увлекла, что чуть позже появился даже усилитель для наушников. Казалось бы, для чего он нужен, а вот чуть позже объясню в отдельном видеоролике. По большей части штуковина геймерская или, можно сказать, стримерская. Главным образом выносит управление ближе к игроку или пользователю практически так же, как это делает микшерный пульт, который у меня, к слову сказать, тоже появился. Эти устройства у меня пока еще на стадии освоения и изучения, и вот как только в них освоюсь, так сразу же расскажу. Близкая тема, но все-таки будет отдельной, а пока давайте вернемся к тем самым усилителям и тем самым колонкам. Коих у меня, как видите, накопилось не совсем в адекватном количестве. Что хорошего к подобным усилителям мы можем подрубить? Ну, например, если найти что-то дешевое и качественное, то я бы мог порекомендовать советскую акустику. Ту, что продавалась отдельно или шла в комплекте к виниловым и кассетным проигрывателям. Многое подобное от времени, конечно же, рассыпается, но та, что особо не использовалась, к данным нашим годам сохранилась достаточно неплохо и еще очень долго поработает. Современные аналоги, сопоставимые по звучанию, стоить будут очень дорого. А тут же, взяв дедову балалайку, можно создать себе в доме такую дискотеку, что соседи позавидуют. Или обратятся в полицию. Старые усилители использовать тоже вполне можно, но хорошие и качественные найти будет очень непросто. Особенно с теми разъемами, которые использовались раньше, будет трудно состыковать то, что используется сейчас. У меня, например, есть вот такой вот усилитель радиотехника U101 Stereo. По качеству сопоставим с современными усилителями Hi-Fi класса, но стоит в десятки раз меньше. Ни разу не вскрываясь, без обслуживания, без замены конденсаторов, он вполне дожил до наших дней и очень даже хорошо воспроизводит звук. Ничего качественнее я в таком бюджете не найду, но есть у минуса, например, нет возможности использовать какой-либо пульт. Хотя этот усилитель больше у меня позиционируется для использования именно с телевизором или с каким-нибудь воспроизводящим звукостройством для музыки. В случае использования с компьютером, можно поставить его рядом и тогда отсутствие пульта никакой проблемы и не будет. А для телевизора взять что-то подобное вот этому. Или подобное ему, но уже в корпусе, чтобы управление передавалось через Bluetooth. Хотя и при использовании с компьютером это будет тоже достаточно удобно, так как одна регулировка действует сразу на все устройства. Вы, возможно, подумаете, а для чего так много разного и одновременно? Ведь для дома достаточно всего лишь две акустических системы, ну и еще максимум колоночка портативная или саундбар. Все это постепенно накапливалось в течение длительного времени и как только я пойму, чего на самом деле хочу и испытаю все комбинации, так лишнее все распродам. Считаю, что опыт не усваивается только лишь в теории, поэтому каждую задумку хочу послушать и пощупать. Поэтому сейчас, не боясь вещи, покупаю, испытываю и продаю. Многое из того, что было куплено ранее, сейчас можно продать в два раза дороже. А даже если и по той же стоимости, то тоже отлично. Можно сказать, что побаловался и изучился бесплатно. По этой причине, правда, у меня достаточно много устройств, которые не согласуются друг с другом, не стыкуются или конфликтуют. Например, микшер не стыкуется с моим прежним микрофоном, хотя марки одинаковые, но разъемы не согласованные, нужен XLR или хотя бы миниджек. И пришлось опять же докупить, экспериментировать не стал, все беру той же марки. Пока что это лучшее, что я нашел, а у меня, как видите, было на чем испытать. Наушники тоже от FIFI, но в микшере требуется миниджек, а у меня USB-шные. Усилитель для наушников опять же потребует подключения через миниджек или хотя бы RCA. Сам же подключается к компьютеру через оптику или через USB, ничего из этого я к микшеру подключить не могу, в общем, паутинку придется разводить конкретную из проводов. Кто пользуется подобным и может подсказать оптимальную сборку и способы соединения, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет это очень интересно. Сейчас это оборудование просто для изучения, нужное докуплю, лишнее продам. Ну и второе направление, я хочу побольше этой всяческой гирляндины для того, чтобы в кадре красиво смотрелось. Вы, наверное, заметили, что у меня в некоторых обзорах видно это дурацкое, неудобное, но красивое на вид клавиатура, это тяжелющая, но сверкающая мышка и прочее. Я этим даже и не пользуюсь, но для того, чтобы вам приятно было смотреть, все-таки храню, потому что кадры с ними выглядят действительно красиво. Вообще звук это такая сфера, в которой все идет по нарастающей, начиная с чего-то малого, потом пробуешь больше, привыкаешь и все дальше и дальше в гору. Я поначалу баловался с мелкими динамиками от телевизоров, встроил их в свой стол, сделав самодельные колонки, добавил сабвуфер, звучало офигенно. Потом все больше, 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 когда звук хороший, от него прям кайфуешь, но через некоторое время привыкаешь. Звук из старых дешевых динамиков прям кажется совсем чем-то дребезжаще-пищащим. Далее перешел на эксперименты с автомобильными динамиками в домашних условиях, это уже намного лучше. Автомобильные усилители, подключаемые к блокам питания от компьютеров. Касаясь этого мира, невольно обрекаешь себя на этакое бренное существование аудиофил-звукомана. И хочется все дальше и дальше и дальше, устройство все дороже, а все посторонние смотрят на тебя как на психа. И вижу, что этот путь может рано или поздно привести меня к ресиверу за сотню, колонкам за полтинник, или может быть даже еще дороже. И прочим непотребствам, которые сейчас считают чем-то недоступным и безумным. А вы на чем слушаете свои телеки, мобильники, компьютеры? Тоже переколхозили дедов патефон или все-таки покупаете что-то современное фабричное? Лично моя вся акустика, которая была показана, по отдельности каждая не превышает бюджет в полторы-две тысячи максимум, а играет вполне так неплохо. На данное время аудиофилией я не настолько заболел, насколько игроманией, и поэтому бюджеты не превышают разумные рамки. Если хотите, могу записать тест каждого звуковоспроизводящего устройства в паре с каждым возможным источником звука. Предполагаю, конечно, что толку от этого будет мало, ведь любую бандуру, которую я буду записывать, вы будете слушать через свои собственные динамики, и они будут воспроизводить именно так, как могут. Разве что показать способы соединения и подключения. То, как они работают, согласуются, и все коннекторы и переходники, которые для этого нужны. Подписывайтесь на все, на что можно подписаться, а подписаться можно на многое. Жмите на все кнопки, на которые можно нажать. Что-нибудь, куда-нибудь, кому-нибудь напишите, это все хорошо, это все надо. Будьте здоровы, скоро увидимся. Продолжение следует...